И также о нем здесь сказано, что это верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Другими словами, он сам уничтожает нечестивых. Он пришел как агнец Божий для того, чтобы забрать грех мира. И он грядет снова, чтобы, как агнец из колена Иуды, чтобы произвести свой суд. И он суверенен и праведен. И мы видим, что глаза его как огненные. Пламень огненный, и это его праведный суд над грехом. И множество корон на его голове. Многодиадим — это символ суверенитета. У него есть имя, которого никто не знал, кроме его самого. Он в одежду облечен обогренной кровью. Что это его кровь, которая скупила грех. Но здесь, в этом случае, это божественная судь над греховными людьми. И имя ему — Слово Божье. И мы видим его пришествия. И вместе с ним грядут не только верующие, но также множество ангелов. И пока на земле существует эта межестная ситуация. И богохульство, и это будет очищено в божественном суде. И также у него острый меч. И он поразит землю своим жезлом. И также дыханием своих уст он убьет нечестивых. Об этом пророчествовал Исаия в 11 главе. И меч, который он здесь использует, это длинный меч. Меч, который длиннее обычных размеров и он крепче. С помощью которого он будет совершать суд. И это символ острого инструмента, с помощью которого он будет поражать народы. И также установит свое абсолютное правление. И он будет править жезлом железным. И он установит абсолютное правительство. И требование, которое он предъявляет, чтобы все люди сообразовались с праведностью Божией. И также точило ярости. И когда будет слишком поздно ожидать милости от Бога. И имя, которое написано на бедре его, царь царей и господь господствующих, указывает на суверенитет Бога. Он тот, которому принадлежит право руководить на земле. И его сила показывает на это. Когда он совершает суд над нечестивыми. Затем стихи 17 по 19. Мы видим битву великого дня Господнего. И следуя за этим видением Мессии и его возвращением на землю. И Иоанн видит, что ангел стоит на солнце. И это как образ Бога, и это свет славы Божьей. И также послание звучит всем птицам небесным. Чтобы птицы собрались на великий пир. И пир птиц в том, чтобы они пожирали всех тех, кто был убит в битве. Можно сказать, это армия, которая принадлежала зверю. Будет Божественный суд, начиная с царей и заканчивая рабами. И также Иоанн видит зверя, мирового правителя. И также царей, которые были ему союзниками. И их армии. Они собрались, чтобы идти войной против Мессии. И против Его небесных воинств. Также предполагают, что во время Второго пришествия будут войны между странами. Однако, когда Иешуа придет в славе. И также небесные армии придут с Ним. Тогда все земные армии забудут о своих разногласиях и вступят в союз. Потому что они вместе захотят выступить против Бога. И в 20-21 стихи это то, на что обречены армии. Зверь и лжепророк были бросены в огненное озеро, горящее серое. И вполне возможно, что зверь и лжепророк это первые обитатели озера огненного. А прочие убиты мечом, сидящего на коне. И они потом сами последуют за жепророком и зверем в озеро огненное. И также мы видим уничтожение армии зверя. Армия нечестивцев убита. Остальные убитые мечом, исходящим из уст Мессии. И созваны птицы для того, чтобы пировать. И таким образом это полагает начало тысячелетнему правлению Мессии Сиона. Ишуа возвращается, чтобы править миром из Иерусалима. Также в первых трех стихах мы видим, что Сатана связан. Он брошен в бездну на тысячу лет. И он не сможет никак влиять на народы в течение тысяч лет. Очевидно, что есть народы, есть некоторые люди, которые выживут в великой скорби. И тогда над ними Ишуа будет править на земле. И также очевидно будут те, которые будут править Ишуа, сидеть на тронах. Конечно, это включает в себя двадцать четырех старцев. Они включают апостолы, которые должны воссесть на двенадцати тронах. Первая Коринфянам, шестая глава, стихи 2-3. Сказано, что святые будут судить мир. И мы видим также этот Небесный суд. И праведные будут судить. Также Иоанн видит обезглавленных за свидетельство Ишуа. Потому что они не приняли начертания зверя. И теперь они благословлены, они возвышены. И они будут править с Мессией в течение тысячи лет. И поэтому мы видим первое воскресенье, стихи 5-6. Тот, кто понимает участие в первом воскресенье, воскресенье не потерпит от второй смерти. Потому что они будут священниками Бога и Мессии и будут править тысячи лет. Седьмой, десятый стихи описан конец сатаны. В конце тысячелетнего царства сатана будет освобожден из этой бездны. И это для того, чтобы показать всем окружающим народам, которые в сердце настроены на то, чтобы бунтовать против Бога. И когда сатана высвобождена из этой бездны, соединяются все бунтовщики среди человечества вместе с сатаной. Но они, не успев даже собраться вместе, как одна армия, огонь сходит с неба, и армия нечестивцев поглощена. Таким образом, карьере сатаны наступает конец. После этого у него вечная пенсия, либо, как сказать, увольнение. Да, вечная отставка. В 10 стих 20 главы Сатана брошен в озеро огненное. Он обманывал, и он сделал себя подобным Богу. Он, кто обманывал Еву в Эдеме, это та же самая личность и в конце. Он присоединяется к зверю и лжепророку. И они брошены в озеро огненное. Они не уничтожены. Но они существуют вечно в мучениях. Озеро огненное было приготовлено для дьявола и для его ангелов. Также это судьба всех тех, кто следует за сатаной. В стихи 11-15 Суд у Великого Белого Престола Иоанн видит этот трон И отсюда просто называем его троном. Мессия сам восседает на троне. Как в Иоанна 5-22 Весь суд отдан Сыну. И царственность того, кто сидит на троне Делает так, что от него бежит небо. И так же эта фраза «все мертвые», «малые», «великие», вероятно, говорит о неверующих. Никто не может избежать суда Божьего. Но это суд над неверующими. Потому что они будут быть те, кто Но они будут еще встретиться с Богом в конце тысячелетия. Но здесь упомянута книга жизни. И это небесная запись всех тех, кто Приняли Мессию, приняли спасение. И так же все те, кто приняли начертание зверя Не были записаны в книге жизни. Поэтому они судимы сообразно с делами. Верующие также будут судимы. Но это суд другой для них. Мы не проходим через суд у Великого Белого Престола в конце тысячелетия. Мы проходим суд до того. Под названием суд Бима. Это 1 Коринфянам, 3 глава. Стихи 11-15. Где судимы верующие не потому, определители, куда они пойдут на небо. Но они будут судимы в зависимости от качества, либо мотивов их дел. И так же мы видим, что мертвые воскрешены в 13 стихе. Так же все те, кто умерли, попали в ад. И в конце суда брошены в Геенну. Озеро огненное. Это вторая смерть. Поэтому это завершение, либо это решение вечной судьбы во время этого суда. У меня еще есть 2 главы и 15 минут. Поэтому давайте посмотрим, как много мы успеем. И я только у меня есть 16 страниц для того, чтобы делать в 15 минут. По-моему, что вы делаете здесь, для последних экзаменов? Вы имеете в виду что? Они принимают экзаменов, тесты, тесты. Они принимают экзаменов, зависит от класса. Вы имеете в виду что? Вы имеете в виду что? Вы имеете в виду что? Или кто-то другой? На моем курсе. Данил, Ревеллайс. И будет ли у вас финансовая экзаменов для этого курса? Это зависит от вас. В зависит от меня? В зависит от меня? Если вы дадите. Хорошо. И нет финансового экзаменов. И только все кто-то пишет 20-паде. И что? И что? Нет. Никакого экзамена. Просто напишите. Получается, будет реферат из 20 страниц по этой теме. Нет? Это проблема. Это самое важное. У вас есть библиотека? Где вообще не удобно? Какие-то имеются? Как институт? Или что? У вас есть библиотека для школы? Для студентов использовать? Нет. Нет, нет линия, нет линия, нет линия, нет линия, и я заметил, что очень мало людей, за большинство времени, мы делали заметки. Как мы сделаем экзамен, все наизусть выучите книгу Откровения, а потом придете и напишите по памяти. Я подумаю, как сделать лучше. Тринадцать минут у нас и две главы. Я не буду требовать того, чего не требует школа. Двадцать первая глава — это описание новой земли и нового неба. И следом за судом у Белого престола Новое небо и новая земля замещают прежние. Которые обминовали. Которые обминовали. И на этой новой земле и новых небесах у нас нет описания. И просто мы видим, что нету моря. И как мы знаем, земля теперешняя покрыта водой. Но на новой земле будет только река. Это Новый Иерусалим. Введение нового Иерусалима во втором стихе. Который сходит с небес от Бога. Как невеста украшена для мужа своего. И теперь Богу нравится жить с человеками. Больше не будет ни печали, ни смерти. Ни слез, ни боли. Потому что все это прошло. Все стало новым. И Иоанн полностью удивлен этому. Однако ему сказано, «Запиши, потому что эти слова истины». Это совершилось. Альфа и Омега сказали. И первое из трех обетований. Когда вода из источника жизни обещана каждому, кто жаждет. Это напоминает нам об Исаии 55 главе. И Иоанн 4. В седьмой и восьмой стихи благословение побеждающим. Побеждающий будет назван Моим Сыном. Также мы видим, каково наследие неверующих. Озеро огненность и вторая смерть. С 9 стиха второе видение Небесного Иерусалима. Новый Иерусалим — это невеста Агнца. И Иоанн приглашает один из семи ангелов. Один из тех, который выливал чаши гнева. Теперь он показывает невесту, жену Агнца. И о городе сказано, что в нем слава Бога. Он святой, он новый. Он сошел с небес, он от Бога. И сверкает свет в городе. Это в сравнении с догоценными камнями, такими как яспис кресталовидный. В стихе 12-14 очень высокая стена города. Так что всякий недостоин не сможет войти. Но в этом описании Нового Иерусалима Постоянно присутствует число 12. 12 ворот. 12 ангелов. Также 12 названий колен Израилевых. И также есть имена 12 колен. Как в Иезекииле 48. И у стены есть 12 камней в основании. И на этих 12 камнях имена 12 апостолов Иешуа. Поэтому 12 апостолов евреев и 12 колен Израиля это все учтено и особенно подчеркнуто в Новом Иерусалиме. Это напоминание, что церковь не заместила Израиль в Божьей программе. Божья программа для Израиля также истинна, и она никуда не ушла. И эта программа исполнится лучшим образом, когда Израиль примет Иешуа. Я раньше мечтал, что это произойдет в моей жизни. Ну, у меня эта мечта еще 14 лет была. Я теперь не уверен, если у меня еще в запасе 14 лет. Но надеюсь, что это станет реальностью при вашей жизни. И также мы должны верить, что Бог спасет Израиль. В стихе 15-17 мы видим размеры города. И это, в основном, в виде куба. Это примерно 1000 километров на 1000 километров на 1000 километров на 1000 километров. И также толщина стен где-то на 120 метров. Мы видим, что красота города с 18 стиха. Он из чистого золота. И Иоанн пытается описать, что он видел такими терминами, чтобы это было нам понятно. И слава Божья, свет этот украшен всевозможными камнями. И каждая из ворота из жемчужины состоит одной. И что ворота ведут к улицам, которые чистейшее золото. И что там нет освещения улиц. Также нет солнечного света. Нет луны. Потому что сам Господь есть его свет. И что он дает весь необходимый свет, который им только понадобится. И что нет необходимости в храме. Потому что сам Господь является храмом и акцем нового города. И в плане входа и выхода в город ворота не будут закрываться. И также ничто нечисто туда не войдет. Никакой мерзости не будет. Никогда не сможет выжить на небе. Но все те, которые верны всех народов, смогут войти в город. Это будет идеальное место для проведения всей вечности. В начале 22 главы мы видим реку жизни. И это похоже на то, как верующие испытывают вечную жизнь и потоки вечной жизни. И Мессия восседает на троне всю вечность. Во втором стихе дерева жизни. И это параллельно к дереву жизни, находящемуся в Адеме. А также это дерево как символ исцеления, символ здоровья. И для того, чтобы увидеть благословение, которое в этой новой ситуации. И что в третьем стихе больше нет там никакого проклятого, никакого проклятия. Нету никакого проклятия на новой земле, новом небе. Нету даже возможности, нету необходимости наказания Божьим. И непрестанно Божьи слуги будут Его славить. И мы увидим Его лицо. Никто не видел лица Божьего от Адама и Евы. Моисей мог увидеть Бога только со спины. Но теперь Божий народ увидит Его лицом к лицу. Как говорится, блаженны чистым сердцем, потому что они увидят взряд Бога. Это говорит о близких самоотношениях, даже то, что мы не можем себе представить. Бог будет царем не просто где-то там в замке далеко. Он будет царем среди своего народа. И то, что Его имя написано на Его слухах на лбах, это как Его собственность. И в последних стихах мы также можем увидеть эту уверенность в благословенной надежде, что эти слова верны и истинны. Он клянется, он дает им такую клятву. Седьмой стих – надежда прихода Мессия. Это относится к нам, живущим сейчас. И теперь Ангел поклоняется, падает к ногам Ангела. Снова Его упрекает. «Не поклоняйся кому-либо, но только Богу». И сказано ему пересказать пророчество. «И что это точно исполнится». «И что не следует отнимать, убавлять чего-то». «И не надо добавлять чего-то к этим словам». Но апокалипс – это слово с небес. И мы должны понимать и изучать его. И также не бояться этого. Но как верующие, находите утешение в обетованиях Бога. В 12 стихе благословенная надежда и награда. «Все гряду скоро». «Мое возмездие, моя награда со мной». «Поздать каждому по делам Его». И в стихах 13-16 «Это величественность Мессии». «Он есть Альфа и Омега». «Первый и последний». «Начало и конец». И Иешуа отсылает своего ангела, чтобы он рассказал нам об этом. «Он корень и потомок Давида». «И яркая утренняя звезда». «Он тот, кто грядет». «Дух и невеста говорят, приди». «И пусть тот, кто слышит, говорит, гряди». «И пусть тот, кто жаждет, придет». «И пусть тот, кто желает, берет воду жизни даром». «И в этом мы видим благодать Господа Иешуа». «Пусть благодать Господа Иешуа будет со всеми вами». Аминь. Аминь.